Добрый вечер, уважаемые коллеги. Прежде всего, хотел бы полностью согласиться с теми оценками, которые дал сегодня в своём выступлении уважаемый Юсиф. Действительно, российско-азербайджанские отношения сегодня являются прекрасными. Это отношение союзнического взаимодействия и стратегического партнёрства в соответствии с декларацией, подписанной в феврале 2022 года. И ещё одним подтверждением вот такого действительно союзнического партнёрского характера наших отношений, опирающихся на многовековую историю взаимного общения, стал визит в Россию 22 апреля нынешнего года глубоко уважаемого президента Азербайджанской республики Ирхана Гейдаровича Алиева. Его переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. И вот диалог лидеров – это как раз та движущая сила, которая, собственно говоря, и придаёт нынешнюю поступательную, позитивную и очень активную динамику всему комплексу наших отношений. Уважаемый Юсиф дал такую очень развернутую картину нашего экономического взаимодействия и его перспектив. Даже, наверное, трудно что-то добавить, но всё-таки постараюсь. Прежде всего, я хотел бы затронуть такой аспект, как прикаспийское сотрудничество. Россия и Азербайджан – это два представителя Каспийской пятёрки, пятёрки государств, выходящих на Каспийское море. И сотрудничество в рамках пятёрки при такой инициативной роли России и Азербайджана, сотрудничество и в торгово-экономической сфере, и в сфере сохранения экологии Каспийского моря, в частности, мер против его обмеления, на актуальность которых неоднократно указывал уважаемый президент Азербайджана, это и связи в культурно-гуманитарной сфере. То есть вот в Каспийской пятёрке, я считаю, Россия и Азербайджан могут сделать очень многое вместе. Кроме того, есть, мне кажется, такой важный перспективный трек нашего сотрудничества экономического, как участие российских компаний в масштабных планах руководства Азербайджана по восстановлению в целом Карабахского экономического района и восточно-зангизурского экономического района, это важная программа, которой, как я понимаю, приоритетное внимание уделяют наши уважаемые азербайджанские друзья, и здесь, я думаю, что потенциал российского бизнеса тоже мог бы быть востребован. Кроме того, у нас в последние годы, в последнее время появилось, на мой взгляд, немало перспективных наработок в таких сферах, как машиностроение, судостроение, фармацевтика. Отдельно хотел бы вслед за уважаемым Юсифом выделить транспортно-логистический блок, действительно, западное ответвление международного транспортного коридора в север-юг. Это вот та сфера, где мы активно взаимодействуем, и уверен, что Россия и Азербайджан могут внести вклад в формирование этой важнейшей транспортной артерии, которая соединит, по сути, северную часть России, северную Европу в широком смысле с Индийским океаном, с Просидским заливом и Индийским океаном. То есть, и часть этого маршрута будет пролегать через Россию и Азербайджан. Для того, чтобы торгово-экономические связи развивались успешно, поступательно, на благо наших народов, конечно же, важна и общеполитическая атмосфера. И здесь важно, на мой взгляд, то, что Россия и Азербайджан являются активными такими полезными, очень инициативными участниками региональной консультативной платформы «3 плюс 3». Это страны Южного Кавказа, Азербайджан, Армения, Грузия и их соседи по региону – Россия, Иран и Турция. Именно этот формат, с нашей точки зрения, и, насколько я понимаю, азербайджанские друзья с этим согласны, именно этот формат обещает принести в регион необходимую ему стабильность, безопасность, предсказуемость ситуации, потому что это регион, где мы соседствуем, регион, где мы живём. Я думаю, что правильно сказал, уважаемый Юсиф, о географии. Вот это та самая география и есть, потому что, к сожалению, вне региональные силы, как показывает практика, идут в регион со своей во многом, к сожалению, конфронтационной повесткой. И это просто мешает решению наших общих проблем, мешает созданию нормальной атмосферы для экономического сотрудничества. И здесь, в рамках платформы «Три плюс три» реально участвуют Азербайджан, Армения, Россия, Иран, Турция. Для Грузии дверь всегда открыта по мере готовности этой страны к такому взаимодействию. Кроме того, мы считаем очень важным для создания атмосферы позитивной в регионе, атмосферы стабильности и предсказуемости, атмосферы позитивной для развития торгово-экономического сотрудничества, дальнейшее функционирование, дальнейшее развитие формата «Россия, Азербайджан, Иран». К сожалению, трагически погиб президент Ирана, трагически погиб министр иностранных дел Ирана, но мы уверены, что иранские друзья сохранят преемственность. И этот механизм, после неизбежной какой-то реорганизации, которая произойдёт на иранской стороне, этот механизм получит своё дальнейшее развитие с выходом, возможно, на саммит руководителей России, Азербайджана и Ирана. Конечно же, важный фактор региональной стабильности – это дальнейший прогресс и эвентуальное позитивное завершение процесса Азербайджана-армянского урегулирования. И здесь Россия последовательно исходит из того, что безальтернативной дорожной картой такого урегулирования является комплекс трёхсторонних договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 годов, который предусматривал и предусматривает подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией, разблокирование экономических связей в регионе, транспортных коммуникаций в регионе, делимитацию и демаркацию Азербайджана-армянской границы, налаживание контактов между гражданскими обществами и парламентами двух стран. И всему этому Россия уже активно всегда содействовала, до сих пор и готова это продолжать вместе с нашими коллегами и соседями по региону, Ираном и Турцией. Речь не идёт о каком-то навязывании какого-то посредничества, ни в коем случае. Армения и Азербайджан ведут свои переговоры сами на двусторонней основе. Это скорее такая фланговая поддержка создания должной атмосферы в регионе для того, чтобы азербайджан-армянские переговоры шли в, может быть, более позитивной обстановке. Ну и хотел бы также отметить, что, конечно же, поступательному развитию наших отношений, в том числе поиску новых возможностей для развития торгово-экономического сотрудничества, конечно, отвечало бы создание в Азербайджане наших генеральных консульств. Мы сейчас ведём с азербайджанскими друзьями этот разговор, и надеемся, что он тоже увенчается успехом. И вот именно таким образом, в духе союзничества, партнёрства, мы и дальше, я уверен, будем развивать наши связи. И здесь важную роль играло бы, наверное, и изучение русского языка в Азербайджане дальнейшее. Вот вчера Владимир Владимирович Путин сказал, что чувствует поддержку от президента Азербайджана в вопросах изучения русского языка, потому что это важно для развития двусторонних отношений. Это тоже важная часть нашей совместной работы. Мы вместе её ведём, находим здесь новые возможности, обсуждаем эти вопросы очень активно. Так что я уверен, что если мы будем идти по такому пути, то самое успешное, надёжное, прагматичное развитие российско-азербайджанских отношений будет, уверен, активно продолжено в соответствии с договорённостями наших лидеров. Спасибо. Спасибо. Спасибо.